К слову о том, мы же сегодня про правду будем говорить, да? Как раз правду у нас начинается, когда немножко заканчивается обыкновенный рабочий день. Какая наша правда? Наша правда в том, что вы можете каждый вечер взять себе очень качественного, вкусного пива. Немного, естественно, больше много-то и не нужно. Полтора литра для мужчин, литр для женщины. Этого, в принципе, вам хватит для того, чтобы вы получили удовольствие. Потому что мы говорим про удовольствие. Про удовольствие мы говорим вместе с Верхневральским пивным заводом. Это удовольствие вам продается здесь, на Комсомольской 25. Рядышком с Вавилоном туда проедем. И, естественно, рядышком с магазином Тройка. Туда мы тоже проедем. Почему это дело работает для вас? Потому что есть человеки, которые сказали, мы хотим сделать качество. Они это качество и делают. А вы должны этим качеством пользоваться. К сожалению, людей с мозгами, их 0,10. С мозгами, с грамотными мозгами. Поэтому самый простой для вас вариант – съездить в эти точки. В принципе, город небольшой. И туда и сюда вы можете проехать несложности. Это будет для вас. Потому что я вам еще раз говорю. Умных, специализированных контор, их 0,10. Правда – это когда вас не обманывают. Очень, очень мало у нас правды. Нельзя же химией кончать свой организм. К слову, о количестве консервов. Так Россия на первом месте в мире. Как и про колбасок в механической обвалке. Мы тоже на первом. Это я про продукты питания говорю. Но есть место в Верхневральске, где вас не обманывают. Что это за место? Это лучшее в мире пиво. Да, конечно, человек есть. И только-только. Вы даже не думайте, что все это просто так. И люди не понимают. Конечно, люди понимают. Конечно, люди смотрят. Конечно, люди догадываются. Конечно, даже вы, посмотрев эти сюжеты на YouTube, должны также понимать. Что если мы говорим о качестве, то качество – это то, что вы можете себе купить. Причем купить в тех местах, где никаких проблем нет. Берете спокойненько бидончики здешние, они прям разливают. Хотите, литровочка будет, хотите, полутора литровочка. Никаких проблем нет. Или спокойненько идете. Можете здесь посидеть, без разницы. Можете практически домой прогуляться. Это тоже неплохо. Мы не будем вас обманывать. Это не наш смысл нашего бытия. Наше бытие – дать вам возможность получать качество. Качество. А качество – это хорошая тема. И это правда. Правда нам о чем говорит? О том, что даже вечером в половину восьмого сюда на Карла Маркса, рядышком с центром Вавилон, приезжают люди. Приезжают люди куда? Они покупают качественное пиво. Потому что это умные люди. Умные люди с вами делятся. Если вы уже должны понимать, о чем идет речь. Просто человечек спокойненько взял себе литр пива. И вы знаете, он его выпьет. Потому что утром, даже потому что он придет чуть-чуть раньше, ему нужно на комбинат ехать, он сейчас не торопясь покушает, а потом выпьет. И утром у него будет 0-0-0-0-0. Потому что это пиво вам дает возможность, не перепивая, получив качественное удовольствие, утречкам садиться спокойненько, и у вас будет 0-0-0-0-0-0. И давайте все-таки определимся, а получится ли, если вы будете пить всякое говно, которое продается в любом из маркетологов, маркетплейсов, в смысле дискаунт-центров и всего остального. Нет, не получится. Потому что там вам дают полнейшее говно. А вы его и пьете. Очень даже плохо. Знаете, что такое правда? Это полное отсутствие химии в лучшей воде из Верхневральска. А вы замороженную воду кушаете в креветках и рыбе. Добавки к мясе птиц, свинине и говядине. Маргарин для ласковой смерти от сахара вы вкушаете постоянно. Мерзкую сою в пельменях. Всего этого нет в Верхневральском пиве. Не в том проблема, что людей нет. Поверьте мне, люди-то есть. Причем как бы люди, ну, не всегда хотят беседовать по телевидению. Ну, в смысле на Ютьюбе, естественно. Да я не буду противником. Но самое забавное, что я сейчас прямо, вот прямо передо мной стоял человек, который здесь выпил пиво. Причем я бы так сказал. Я даже не понял, что он и выпил пиво, понимаете? Потому что у него не было ни красного лица, не было ни перегара, не было ничего. И он просто получил удовольствие от лучшего в мире. Почему лучшее в мире пиво? Объясняю. Дело в том, что это же не просто пивоваренный завод, который выпускает одно пиво. Нет. Он выпускает вам практически весь перечень пива, которое выпускается вообще в природе своей. С исключением Америки. Дело в том, что в свое время я там был в Америке. Это было интересно. Сегодня и сейчас вы можете попробовать любое пиво из разряда того, кто их производит. То есть вы можете Рижское попробовать пиво, можете пиво Верхнеуральское, можете Жигулевское. Кстати, это же Жигулевское пиво. Оно точно такое же, как вам продается в Самаре. Один в один. А если вы сильно-сильно захотите попробовать настоящего немецкого пива, пожалуйста. Но к слову о том, что здесь есть еще и ячменное пиво, и пшеничное пиво. И то, и другого обладают просто изумительным вариантом. И при всем при этом, когда вы это пиво пьете, как бы вам сказать, это качество. Это качество, удовольствие и безупречность. Все это вместе мы о чем говорим? Так я бы 250 раз огромное спасибо сказал человеку, который вам это все дело дал. И давайте все-таки определимся с ценой вопроса. То есть давайте небольшой нюанс определим. То есть зашли в магазин, посмотрели тамошние ценники, потом посмотрели эти ценники и поняли, что в принципе разницы-то нет. Только вы здесь пьете качество, а не полное говно. Почему? Почему? Почему я вам это показываю? Потому что мы говорим о правде. А правда одна одна и есть. К сожалению, к сожалению, все мои увещевания, они, наверное, мимо кассы пролетели, что ли. Потому что, как бы объяснить. Когда я заходил в пятерочку и сказал, что вы на мне зарабатываете 100%, они четко смеялись. Когда я заходил в другие вещи и рассказывал, что вы на нас зарабатываете процентов, наверное, 100. Это уже там, где продавали нарезанное мясо, которое оптовая цена у него получается 115 рублей. Ну, 118. А нам продавали за 240. Это тоже небольшой обман, правильно? Сколько там? Явно не 25%, правильно? Это очень обидно, естественно. А мы не будем вам говорить ни о чем другом. Мы вам покажем то, ради чего люди работают. Они работают, вопросов нет. И работа эта очень серьезная. Не просто так, естественно. То есть это пиво, оно готовится практически месяц. Оно готовится. Не просто разливается в бурдемагу и добавляется всего то, что вам не нужно было бы пить. Это все нормально готовится. Если вы сильно-сильно можете посмотреть, вы посмотрите мои предыдущие сюжеты. Естественно. Почему я сейчас не еду туда? Ну, тут проблема в чем? Проблема, скорее всего, в моем автомобиле, потому что еще никаким макаром я не могу его сделать. Не проблема в том, что можно было бы ехать на скорости 60 км в час. Но это было бы сложно. Проблема в чем заключается? Проблема в том, что этот мой сюжет абсолютно бесплатен. Если бы не кто-то финансировал, я бы сделал машину. Но этого нет. Я вам просто грамотно показываю, что? Качество. А за качество не всегда берутся деньги. Думайте сами. Так правда вам нужна. Она всегда нужна всем. А птовая цена свинины это чуть более 100 рублей. Это даже не Америка. Там только мясо без кости. По нашим ценам с костью в Walmart. К слову, птицы фермы отрабатывают себя за год. Свиноферма за два. И вас имеют. Но этого нет там, где для вас делают лучшее в мире верхнеуральское пиво. К сожалению, мы бы хотели это делать. Но тем не менее. Да-да-да-да-да. Я прямо вижу этих моих замечательных товарищей. Но нету здесь ничего такого. Ну нет, этого не получается. Почему не получается? Потому что это качество. Качество, качество и правда. И качество, и правда здесь на самом высшем уровне. Лучшего уровня и не получится. Потому что вы должны понимать, что все это, то, что продается здесь сегодня и сейчас, это 6 сортов. Но бывают и еще дополнительные сорта. Не проблема. Почему я говорю, что верхнеуральское пиво самое лучшее пиво? Потому что, в принципе, этот пивной завод выпускает несколько наименований пива различных сортов. А вот этого нет ни у кого. Вы поищите кого-нибудь. Если кто-то будет работать таким же образом, то дай-то Бог. Но я вам честно говорю, потому что я знаю, где было лучшее пиво. Я был в Самаре. Так, в Самаре пиво варится только одно, жигулевское. А здесь 6 различных сортов. То есть мы будем о чем говорить? Что верхнеуральск рулит и будет рулить всегда. Так что вам интересен вариант, грамотный. Если вы хотите попробовать многочисленное пиво, сделанное своими качественными руками, то других вариантов нет. Их не много таких, но они есть в городе Магнитогорске. Это Комсомольская 25, Карла Маркса 204 и рядышком с Троечкой. Вот откуда я сегодня заканчиваю наш дивный материал. Правдивый материал.